Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Яковенко. Это наша внеочередная программа вечернего выпуска. И мы сегодня говорим с подполковником запаса ЦАХАУ Арией Зайденом. Здравствуйте! Спасибо, что согласились с нами пообщаться. Интерес к тому, что происходит сейчас в Израиле огромный. Добрый день! Здравствуйте! Добрый вечер! Извините за шумы. Это работает наше ПВЛ. Ну, это хороший шум. В общем, мы действительно сейчас находимся практически в обстановке войны с Израилем. То, что сегодня с утра произошло, уже называлось второй войной судного дня. С утра палестинская группировка ХАМАС начала массированные обстрелы Израиля. В Израиле официально объявлено состояние войны, введено чрезвычайное положение. Если вы меня уточните, пожалуйста, насколько я знаю, последним данным, вот то, что я видел от Минздрава Израиля, число погибших составляет более 100 человек. И более 900 получили ранения. Да, все верно. Так, более тысячи даже на сегодня. Ну, вот это последнее, то, что я видел от Минздрава Израиля. Значит, у меня к вам первый вопрос. Как вы считаете, вот вы, я смотрел последний ваш комментарий к украинскому каналу, вы говорили, что до конца дня захватчики будут выбиты из всех захваченных городов. Значит, на сегодняшний момент ваш прогноз реализовался? Практически, да. Игорь, только позвольте мне сказать, вот вы сказали о полной, о весь Израиль как бы по военным положениям, а я, вы меня объявили как в запасе, а я в рубашке. Вот, и, то есть, действительно, военное положение, оно в южном военном округе, я принадлежу северному военному округу и центральный военный округ, также северный и центральный пока что находятся просто в состоянии готовности, не повышенной боевой готовности, а просто готовности. Поэтому мы все еще ждем, как отреагирует Хизбалла. В данном этапе мы понимаем, что они вполне спокойно себя ведут и не хотят присоединиться. Возвращаясь к вашему вопросу, мы практически, да, мы очень близки к прогнозу. Остались два города-поселения, вот, и, которые все еще находятся даже не под контролем. Там есть два центра, по одному из каждого, где держат еще бнеоруба, так, сейчас, заложников. И вот над этим работают и все возможные спецподразделения. Я думаю, что, действительно, к концу суток, вот, наверное, максимум к завтрашнему утру, этот вопрос будет решен. Потом мы узнаем, правда, какой ценой и все ли заложники остались в живых. Ну, насколько я понимаю, заложников уже вывезли с территории Израиля. По крайней мере, такая информация была. Частично, действительно, да, Хамас показывает, опять же, это не официальная израильская информация, это информация самого Хамаса. Он показывает, что частично есть и пленные, то есть, ему сумели захватить солдаты и офицеров, не совсем понятно, в каком количестве. Но, скорее всего, не в таком, как они объявляют, то есть, не десятки, вот, скорее, и, да, и граждан, гражданских, причем, судя по всему, они еще и увезли. Они просто забирали всех, кого встретили, включая женщину, бабушку, вот, которая наполнена с Эльцгеймером, то есть, ну, у них никаких ни моральных, ни нравственных принципов, конечно, нет. Ну, да, я видел довольно много видео, которые это все демонстрируют, там, избивали по дороге людей, за волосы женщины таскали. Я не стал, я уж извиняюсь перед нашими зрителями, не стал показывать это видео, я не уверен в том, что оно достойно того, чтобы его демонстрировать, смотреть на это невозможно. Ну, первый вопрос, который очень многие задают, как это стало возможно? Вот, BBC и целый ряд экспертов заявляют о том, что это очень серьезный просчет правительства Израиля, просчет вооруженных сил разведки. Ваша оценка? Это не прямой просчет правительства, но правительство однозначно напрямую повлияло и привело к ситуации, в которой у спецслужб и армии просто не осталось сил на протяжении последнего полугода для того, чтобы понять и рассмотреть данную ситуацию. Как известно, я думаю, всем, кто интересуется израильской политической жизнью, в данном этапе у нас правительство, которое в большей части своей, хоть это и не премьер-министр, но основные посты, занимает люди с ярко выраженной ультра-религиозно-национальной политикой, в котором очень важно присоединить к Израилю то, что сегодня является президентской автономией. Они дестабилизируют ситуацию с помощью частично своего электората, тем самым разжигая все больше конфликт на Западном берегу, тем самым пытаясь вывести автономию из равновесия, доказать таким образом, что автономия не способна больше держать в руках ситуацию, и поэтому нужно ввести большое количество войск, а по-лучшему, возможно, вообще просто заново захватить Западный берег и ввести сам свой контроль. Вот это, причем, кстати, судебная, точнее, юридическая реформа, как они ее называют, она нужна им именно для этого, для того, чтобы Верховный суд, который выполняет также роль конституционного, не мог помешать им в плане того, что, точнее, легиметизировать и разрешить это действие, если бы, конечно, все прошло, как они хотели. Так или иначе, это продолжается уже девятый месяц, и полгода из которого ситуация на Западном берегу, можно сказать, как на Западный берег горит, особенно Джимин, Тулькарем и Ишхэм. Все возможные части просто прикованы к этой ситуации. Шабак прикован туда также. У него, я напомню вам, что у спецслужб есть еще и северная граница, и мы, скорее, ожидали такого сценария с северной стороны. Но, и поэтому Хамас и Южная, а Южная, Хамас был на третьем, на третьей строке, скажем так, на третьей ступени. И до него, понятно, не доходили нужные, ненужные ресурсы, ни силы никакие нет. Вот то, что, вот такая ситуация привела именно к этому. Конечно же, дополнительно поддерживалась эта всей концепция о том, что новые оборонные заграждения, которые были построены, закончены по строительству несколько лет назад, они полностью дают решение вопросу о переходе границы. Ее просто невозможно пересечь, невозможно сделать подкоп, поэтому можно снизить количество военных подразделений, которые всегда находились на территории. Сегодня это уже официальные данные, то есть открытые. Мы понимаем, что из 26 батальонов, которые находятся в Южном и Центральном округе, 22 находятся в Центральном округе, потому что у нас праздники, и религиозные поселенцы решили, что в некоторых местах, они прямо в арабских поселениях должны устраивать суккот, ставить шалашики, вот, и чтобы военные их охраняли, и не тот. А на юге осталось всего-навсего 4 батальона. И я вам говорю, как человек, который командовал частью, отрезком определенной границы, именно в северной части, именно там, где это происходит сегодня. В 2011-2012 году, вот, я был командиром, вот, и в моей огневой поддержке, это очень мало. Это очень мало. Сегодня, сейчас буквально перед нашим интервью, опубликовало военные еще некоторые известия. Мы понимаем, что они, диверсанты, террористы, сумели захватить штаб дивизии административной, и таким образом сейчас более стало понятно, почему не было жестких приказов в первые часы. Но, опять же, это не умыляет того, что мы не видели особо их инициатив и на уровне командиров взводов, командиров батальона, командира рот. Я могу предположить, что, конечно, они находились под очень тяжелым минометным огнем, и поэтому просто не могли покинуть свои места, не стать дислокацией. На сегодняшний момент, вот, где-то час назад я просматривал новости, и мы увидели подтверждение того, что захвачен в плен генерал-майор израильской армии. Насчет этого, насчет этой информации есть какая-то ясность? Это вранье или подтверждается? На данном этапе не подтверждается. Я все-таки склонен думать, что это одна из таких игр Хамаса. Они очень любят это делать. Тем более, что они действительно были территориально, они были в штабе дивизии. Понятно, что штаб дивизии – это огромный, там просто находится штаб дивизии и штаб обоих полков территориальный. То есть это не город, конечно, но очень большой такой поселок военно. Поэтому полностью его захватить, конечно, они не могли. Забрать Немрода Алонии мы тоже не могли. Немрода Алонии мы хотя еще не слышали и не видели уже, потому что он опровергает это. Но я думаю, что Цааль тоже в этом плане ведет себя, знаете, очень такой по-взрослому. Он даже не собирается опровергать то, что просто невозможно опровергать. Ну, опять же, давайте посмотрим. Я хочу, да, увидеть официальное заявление. И кто же все-таки из военных находится на территории сектора газа сейчас. Ну, если учишься, что какое-то количество военных и значительное количество гражданских захвачено, то соответствует ли, вот ваш прогноз, соответствует ли утверждению пропаганды Хамаса, то, что этого будет достаточно для того, чтобы поменять всех террористов, которые находятся в израильских тюрьмах, исходя из того, что был случай, ну, мы знаем, знаменитый случай, когда одного человека поменяли на тысячу террористов. Да, все верно. С Гелятом Шелитом это было действительно так. И это, да, это вот часть кирпичиков-прецедентов, которые создавали, скорее всего, сегодняшнюю ситуацию. Хотя часто мы говорим, что не всегда вещи связаны. Но здесь действительно попытка в то время Нитаньяу, как и человека, который сейчас находится у власти, то, что называется, управлять конфликтом и рассматривать Хамас как нечто, ну, часть пазла большого, в который он собирает вместе с такими большими странами, как Судовская Аравия, Соединенные Штаты, Россия и так далее. Да, в плане в этом, конечно, он заигрался. Ну, насколько хватит им этого, не знаю, потому что на сегодняшний момент собрано уже 31 батальон, три дивизии ударных. Я понимаю, что идет активное планирование. Не факт, что обмен состоится. Возможно, будет заявление, что мы с террористами переговоров не ведем, как заявлял когда-то Орел Шарон, хотя никогда еще мы не были в такой ситуации, в смысле количества. Мы, да, были в ситуации, когда были заложники, четыре-шесть человек. Это был один, и то одиноко какое-то место, и то на территории Израиля. А сейчас мы не можем провести, понятно, спецоперацию по выемке этих заложников наших граждан. И поэтому вполне возможно, да, что мы увидим нечто просто страшное, когда Хамас объявит о том, что он собирается расстрелять заложников. Будет понятно это снимать, так как мы видели это сейчас. И израильскому обществу придется заплатить эту цену. То, что происходит сегодня, Игорь, это, конечно, шок, это трагедия для многих семей, но то, что ждет нас впереди, это намного больше, более большие испытания, чем мы видели за последние 50 лет. Не могли бы Вы уточнить Ваш прогноз, как дальше будут развиваться события? Я понимаю, что, да, на кратковременный период, то есть сегодня-завтра, заканчивается то, что называется возвращение захваченного, возвращаем ситуацию на ее начало, выравнивается бывшая граница, скажем так, полностью царь забирает обратно, получать ППП под свой контроль и всю территорию. Происходит, что уничтожаются все террористы на территории Израиля. Следующий шаг, попытка Хамаса вести, возможно, переговоры и ответы правительства, который, скорее всего, на первом этапе будет достаточно жесткий. И параллельно с этим продолжаются авиационные удары, наращиваются авиационные удары, и мы видим, возможно, даже в ближайшие двое суток первое движение бронированных колонн, ну, с какой стороны они выберут двигаться, это уже, я не владею ситуацией информации разведывательной, ну, и, скорее всего, говорить бы это в прямом эфире тоже было бы абсолютно безответственно. Вот, но где-то, скорее, начало очень близко, на мой взгляд. Ваша оценка может ли быть в планах, я понимаю, что, вот я сейчас не хочу говорить с вами, как с подполковником израильской армии, а просто как с политологом. Еще одна ваша ипостась. Ваша оценка возможности постановки задачи и ее реализации уничтожения Хамаса как политической военной структуры. Да, это, конечно, было бы, как говорится, розовым сном, желанным для правительства и вообще, особенно для Нитаня, он бы смог выровнять снова свой авторитет и свое место в этом плане, приобретя обратно все источники власти, вот этот особенный источник власти, когда его называли министром безопасности. Но, к сожалению, на сегодня сектор газа представляет собой настолько огромный укрепленный район с трехмиллионным населением, но даже если мы, предположим, полностью представим ситуацию, где нет всех трех миллионов, они выходят частично, не знаю, на берег, частично уходят в Синай, вот, и остаются только бойцы Хамаса и Цааль работает только по ним, это все равно очень сложная боевая задача. не было еще в нашей истории такого масштаба ведения боевых действий в столь плотном урбанистическом районе. Бейрут не похож на эту ситуацию, и Бейрут не был подготовленный на тот момент ни палестинцами, ни палестинскими террористами, ни ливанской армией для, как укрепрайоны, как для обороны. Все части сектора газа, скорее всего, представляют себя таковыми, то есть, там, три, центральный, северный, южный, Ханьюнес, Ханьюнес, однозначно, да, сам центр газа, да, более северная часть, то, что называется, Джабалы и так далее, тоже, да, скорее всего, созданы туннели, двух, трех, возможно, четырехуровневые. Мы сегодня видели, судя по количеству уничтоженных террористов, которые доходят уже до 250, мы понимаем, что атаку вел батальон, полное спецподразделение, огромное спецподразделение. Известно еще с времен, 10 лет назад, понятно, что они только увеличивают, наращивают свой потенциал, у них четыре или пять полков территориальных, у каждого из них есть собственное подразделение, и на этот раз они вряд ли будут просто убегать. А с другой стороны, цель, задача, которая будет стоять перед ним, скорее всего, политическая, уничтожение, если она такова будет, то придется захватывать абсолютно всю территорию и вычищать ее, но это вести зачистку в таком огромном районе, когда у вас есть возможность каждый раз, то что называется, обновлять в кавычках свои боевые позиции, понадобится весь личный состав и срочников, и милуимников, то есть и людей в запасе. Поэтому я не думаю, что задача будет поставлена настолько жестко, мы увидим разговоры с армией и так далее, но мне кажется, все-таки, что ее определяют как нечто более вроде как бы заставить Хамас, потерять источники не власти, но все живой силы, уничтожить их максимально инфраструктуру, ну, то есть вот такое. Мне кажется, что никто не пойдет в банк. Вы знаете, вот в этой связи, как раз в связи с тем, что Вы сказали, я хочу зачитать заявление, хочу зачитать заявление значит немецкого немецкого политика, ну, не политика, это Марион Ханглава, член редколлегии медийной группы Бильд, который сказал, что нерешительность в Украине отозвалась нам теперь на Ближнем Востоке. Давайте не будем обманывать себя. На улице Германии можно безнаказанно призывать к уничтожению Израиля, сжигать израильские флаги. По сей день мы тратим наши налоги на косвенное финансирование террористов Хамас, которые учат даже детей, ненавидят евреев и хотят их убивать. Ежегодно палестинцам поступает от нас более 340 миллионов евро. Нужно сказать беспощадно прямо, правительство Германии использует немецкие налоги для финансирования палестинского режима, который проповедует ненависть евреям и ставит под сомнением Холокост. Мы, Запад, демократическая цивилизация, должны решить, склонимся ли мы перед этим ужасом или, наконец, встанем и защитим себя. Перекрыть финансовую поддержку, меньшее, что сейчас нужно сделать. Никаких больше немецких денег этим варварам. Конец цитаты. Вот у меня был вопрос, связанный вот с этим, это все-таки финансирование Хамас, ведь эта организация в целом, как и вообще палестинцы, они, в общем-то, ничего не производят, они, они как бы живут на какие-то сторонние деньги. Вопрос, все-таки, откуда у них оружие, откуда у них средства. Ну, мы его увидели, я сейчас процитировал немецкого общественного деятеля, который объяснил, откуда деньги. Вот вопрос о том, нет ли смысла все-таки провести серьезный какой-то разговор со странами Запада на предмет все-таки лишения Хамаса источников финансирования, или это такая же утопия, как и военное уничтожение Хамаса? Нет, я думаю, что на сегодняшний момент, после сегодняшних происшествий ничего не будет, как раньше. Это действительно шок, и шок для большого количества людей, Хамас, если раньше можно было говорить, предположим, не знаю, в году 2002-2003, когда израильские войска все еще находились, держали под контролем сектор газа, можно было говорить о войне за независимость, можно было говорить о освобождении нации, и так далее. Сегодня опять же можно использовать западный берег как предлог и так далее. Действительно, здесь Израиль тоже ведет себя абсолютно безответственно в плане того, что он не решает вопрос, который должен был решить еще в начале 70-х годов. Так или иначе, 18 лет Хамас находится практически у власти, на собственной территории, теоретически, и практически ничего не мешало ему выстроить нормальное государство, заботиться о собственных гражданах и так далее. Поэтому здесь однозначно агрессия односторонняя, абсолютно всем понятно. И поэтому не использовать этот момент для того, чтобы заклеймить полностью Хамас, хотя он в основном уже многие страны признали, недостаточно многие, но многие все-таки признают его террористической организации. Их нужно признать как не просто террористической организации, а как страну-террорист. Хотя опять же, частично непризнанная страна, опять все сходится к тому, что когда вы не принимаете вовремя решения, потом вам приходится все время искать какие-то непонятные выходы из ситуации, в ловушек, в которые вы попадаете из-за собственной нерешительности. так вот, деньги шли не только из Германии, деньги шли из Саудовской Аравии, конечно, из Катара, и даже частично из Израиля, в плане, не кэшем, конечно, но поставками электричества и так далее, то есть гуманитарной помощью. Я думаю, что нужно заботиться о людях, которые там, все верно, нельзя приводить гуманитарную катастрофе. Но Хамас очень долго в глазах израильского истеблишмента выглядел просто террористической организацией. А когда вы называете это террористической организацией и не признаете его как настоящую страну, которая собирает со всех налоги, сколько бы они их там не собирали, даже если это просто дотации, которые раздаются людям, они забирают у них половину. И все, что должно было идти на развитие инфраструктуры, школ и так далее, уходит на оружие, закупку, контрабанду через филадельфийский коридор и помощью других стран Ирана, Сирии и более жестко настроенных суньицких организаций. Поэтому, я думаю, да, ситуация изменится, к сожалению, изменится слишком поздно, но это тоже возьмет время. Еще все будет зависеть от того, насколько жестко ответит Израиль, и сколько, к какому количеству жертв населения это приведет. Вначале вы же сами понимаете, что что бы сейчас ни сделал Израиль, все будет оправдано. Но я возвращаюсь с нашего разговора буквально пять минут назад, когда мы говорим о том, что быстрого блицкрига в Газии сделать невозможно. Поэтому мы завязнем, будем работать, то, что называется, работать, в кавычках, и в определенный момент будут совершены ошибки, и через некоторое время вопросы о легитимации вернутся, возвращаться назад, допустим, через месяц, и говорить, помните, что было. Да, люди помнят, что было, но если будет и такое же количество погибших и раненых со стороны и палестинцев вернутся, опять же, многие НКО, европейские также, которые будут говорить, ну, не знаю, да, давайте, по крайней мере, поставим это под вопрос, и мы вернемся к тому, к тому, к тому же. В общем, очень сложная стоит перед этим правительством задача, и хотя я понимаю все его ошибки, как грязная своему гражданину, мне бы, конечно, хотелось, чтобы он успешно их решил, и, конечно, с как можно меньшим количеством жертв среди палестинских мирных граждан. Как вы оцениваете возможность расширения состава участников этой агрессии, потому что сейчас очень многие, ну, не многие, оговорился, не многие, но значительное количество субъектов международных отношений поддержали Хамас, ну, это, конечно, ожидаемый Иран, это, конечно, ожидаемый, совершенно ожидаемый там, Йемен, ожидаемый, значит, Талибан, который прямо сказал, что пропустите нас, мы сейчас Израиль уничтожим, но талибы это заявили официально, вот, понятно, что никто их не пропустит, но, по крайней мере, такое заявление, хотя, в принципе, добровольцы, почему нет, то есть, достаточное количество, как вы считаете, если армия Израиля завязнет, вот, завязнет в войне с Хамасом, не может ли быть нанесен какой-то удар с другой стороны, может ли такая агрессия расшириться, просто мы помним, что в войнах против Израиля участвовали значительное количество стран раньше, вот сейчас, может ли это повториться? Да, я думаю, что ситуация не совсем похожа на прошлое, уж точно нет Лиги Арабской Лиги, сговора поддержки между Египтом и Сирией, войдет ли в войну Хизбалла на данном этапе, если она не началась, то эффект неожиданности потерян, то есть эффекта неожиданного нападения его уже нет, цааль готов к отражению удара и сейчас начинать это просто просто начинать, то есть я не думаю, что Хизбалла у него есть это желание и тем более готов, я напомню к тому же, что Хизбалла это не Хамас в плане такого полупартизанского строения, Хизбалла особенно после их участия в гражданской войне в Сирии превратились в настоящую армию по размерам намного меньше чем цааль, конечно, но это все-таки структурированная жесткая система со своими логистическими очень длинными хвостами, которые требуют хоть у них есть более около сотни тысяч ракет, но они находятся на складах и склады тоже известны, где они находятся, поэтому жесткого, резкого ответа присоединения мы не увидим. Они заявили, что если мы начнем широкомасштабную операцию, они поддержат Хамас, но война на два фронта это не новость, увидеть их атакующим на земле мы увидим, возможно, но опять же мы заранее, в тот момент, когда вы мониторите в плане движения развития событий, то я думаю, что я не только думаю, я знаю, что мы умеем делать и уничтожить их до того, как они смогут произвести но выстрелы, конечно, будут, поэтому основным, конечно, превратить север в основной фронт им не удастся, скажем, скажем, это так. Кроме этого, присоединение Ирана не выглядит мне как нечто логичное, возможно, единственное у них есть прокси, то есть их отряды шиитских милиций, которые находятся на сирийской стороне, да, возможно, их движение опять же на юг, но там граница она выглядит намного более лучше обороненной, чем на юге, это во-первых, во-вторых, маневрирование там, оно очень сложное, потому что это голландские высоты, там до сих пор еще существуют и минные поля, огромные, которые были приготовлены еще для там, то есть увидеть там какой-нибудь клин, который заходит внутрь Израиля, мы нет. То, что они будут пытаться атаковать военных на границе, да, но я думаю, что дивизия, которая находится там, даст достаточно жесткий отпор. Поэтому я бы вообще вполне рассматривал северную полностью, обе эти части фронта как единый, и поэтому наверное так, все равно южная часть останется основным участком, основным направлением для удара, а там будет то, что называется сдерживание, пока не закончится каким-то образом война на юге и тогда перейдет на северную часть. Ну и Хезбалла опять же, они понимают, что царь не будет с сегодняшнего момента скорее всего действовать ограниченно. Вот так, как у него, как мы говорили, на сегодняшний момент есть полная мировая легитимность проводить очень широкие операции, то и считать инфраструктуру ливанскую, разбираться либо на ливанской, либо Хезбалла тоже вряд ли это не нужно. Они не в том состоянии сейчас находятся. Скажите, понятно, что сейчас вот сию секунду говорить о какой-то политической ответственности руководства Израиля невозможно, потому что надо сначала потушить этот пожар, поэтому всем мы желаем сейчас успеха Нитаньягу все и сторонники и противники действующего премьера желаем только-только-только чтобы у него все получилось, но тем не менее, как вы видите в дальнейшем, может ли наступить какая-то политическая ответственность нынешней власти за то, что произошло? Я думаю, да, конечно же, во-первых, это будет зависеть от того, как закончится война. широкопонштабная операция всех перегазов все равно приведет к достаточно большому количеству погибших. То, что сегодня после такой трагедии израильское общество готово заплатить любую цену, если вопрос будет решен окончателем, окончательно это да, но на выборах, когда они произойдут, это, конечно, достаточно долго, если все пройдет по плану, то это около двух лет, но такие вещи, скорее всего, не забываются. Они будут пытаться играть на сантименте, победителей и так далее, все это мы видели, но как не забыли Годли Мейер, не забудут, скорее всего, так и Бенин и Нитаниал. Причем сейчас ситуация еще более для него сложная, так как все информационные источники открыты и информация лежит здесь. Конечно же, да, сегодня пока никто не говорит, точнее, не так, сегодня уже тоже говорят и все понимают, почему это произошло, к чему привело правительство, какие цели у него были, с чего они хотели и каким образом они привели к этой ситуации, но, как вы сказали, верно, сегодня мы сплотились, мы одна нация, желаем, поддерживаем правительство, мы просто желаем ему удачи, поддерживаем его, делаем абсолютно все, все от каждого зависящее, для того, чтобы победа была эффективной и как можно ближе. Последний вопрос, у меня, ну, я не могу его не задать, потому что сегодня день рождения Путина, сегодня, вчера и сегодня я был в эфире украинских каналов, и меня спрашивали, а как вы думаете, какой подарок преподнесут Путину его сторонники? Я говорю, я не знаю, у меня фантазии не хватает, но вот то, что произошло, это, конечно, огромный подарок Путину, и это фактически, ну, находится в русле того, что он говорил в прошлый четверг на Валдайском форуме, где он говорил о том, что, ну, вот этот миропорядок, он практически пытается создать такой интернационал террористов, поддерживая практически все террористические режимы, без единого исключения по всему миру, в том числе, Хамас, большие друзья господина Лаврова, личные друзья, он их принимал, он с ними обнимается, вот, ваша оценка, вот, ну, слушайте, невозможно, невозможно не задать этот вопрос, значит, смотрите, я ненавижу конспирологов, лютой ненавистью, но, тем не менее, смотрите, что происходит, в Украине Путин терпит поражение, очевидное поражение, все движется, не быстрое, но поражение, все идет не так, значит, на сегодняшний момент возникает вот этот вот чудовищный очаг напряженности на Ближнем Востоке, война, ну, война, настоящая война, что там говорить, значит, отвлекающее внимание, это, конечно, очевидно, большая радость Путина, сегодня я смотрел российские каналы, но там очевидное злорадство, очевидное злорадство, просто неприкрытое совершенно, юмор, смеются, я написал в преамбле к нашему разговору, что на Палестинской улице праздник, но и на Московской улице тоже праздник, вот, роль Путина в этой всей ситуации, ну, Путина, условно, Путинизм. Да, понятно, я понимаю, вы знаете, я думаю, что символизм, он все-таки, приорочен немного к другому, вчера было 50-летие, со дня начала войны, судного дня, и здесь, скорее, это все-таки смежные вещи, если Путин говорит об этом, на одной из встреч, я предполагаю, что внешняя разведка, так или иначе, каким-то образом, российская, знала, по крайней мере, о подготовке, возможно, они не знали, когда точно, но они знают, что существует подготовка, так или иначе, какой-то операции, что-то будет, что будет, никто не знает, кстати, Хамас этого практически не скрывал, то, что мы это пропустили, это одно, мы уже говорили, почему, вот, они готовились, проводили тренировки по этому поводу, откровенно заявляли, не говорили, когда, но сказали, что так и будет, мы знаем, что у них есть те возможности, ну, ладно, об этом мы уже поговорили, поэтому я все-таки думаю, что путинцы, они, как всегда, как нормальные советские гибисты, вот, увидели что-то, и сразу принимают это на свой счет, а это мы, окей, а вы не думали, а, ну, подумайте еще раз, то есть, игра, кто купится на нее, ну, зедники покупаются, ладно, пусть и так далее, конечно, ну, и кроме этого, я вам лично скажу, такое, я, мне сегодня говорил, один из знакомых, и друзей в эфире, о том, что то, что происходит там, на пабликах российских, и, я, к сожалению, должен сказать, что если у меня и были какие-то, последние, не знаю, желания, что ли, чтобы это не выглядело так, сомнений у меня не осталось, действительно, ну, не во всех, конечно, головах, но фашизм, празднует там и победу, ну, ладно, и доберется, наверное, и до них, пожелаем, и веселого удача. Спасибо большое, и обычно в наших эфирах гость завершает разговор, пожалуйста, ответьте на те вопросы, которые я вам не задал, у вас наверняка есть, вот, какие-то, какие-то ощущения, что, чем бы вы хотели поделиться с нашей аудиторией, у нас, около, примерно, 40 с лишним процентов, это россияне, 20 процентов, украинцы, сейчас нас смотрят, и слушают, что бы вы хотели им сказать? Знаете, сегодняшний день, он очень, очень сложный, он начался для меня с попыток понять, куда делась наша постоянное рвение военное к военных офицерам и бойцов, быть первыми в любой ситуации, потом мне это стало, понятно, потому что, действительно, захватили штаб дивизии, но так или иначе, все равно, где была инициатива на уровне подразделений, мне совсем ясно, я надеюсь, что, опять же, они были под тяжелым, каким-то огнем, и поэтому у меня будет хороший ответ, а не плохой, на этот вопрос, на этот вопрос. Кроме, кроме, кроме этого, у меня, действительно, нет чего-то, я бы не хотел каких-нибудь делать опасных заявлений, да, мы во многих местах находимся под ударом, не просто, это не просто террористически, это режимы, которые приходят к власти на человеческом, ну, не глупости, но ограниченности, скорее, после того, как мы решим этот вопрос, основным вопросом, который, на мой взгляд, следует заниматься, и мы делаем это тоже, это воспитывать, точнее, не воспитывать, а растить новое поколение, в котором больше 50% будет людей, которые понимают, не просто где хорошо, где плохо, а понимают, как отличить, как выстроить правильно логическую цепь, что такое критическое мышление, и то, что попытки ими манипулировать, они никогда не заканчиваются. Спасибо большое, дорогие друзья, мы завершаем наш сегодняшний разговор, с нами был подполковник израильской армии в отставке, Айл Зайден, спасибо вам большое, желаю, я уверен, что Израиль, конечно, выстоит, как выстаивал во всех этих войнах, дай Бог, чтобы наименьшими жертвами, спасибо вам, удачи. Спасибо за приглашение, и всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok